Здравствуйте! Посмотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пашмонцева. Сегодня вы увидите. В социальные инициативы первого президента. В Северном Казахстане побывала правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Бульшарой Абдекаликовой. Петропавловск преображается. Новый театр, торгово-развлекательный центр, современные высотки. Глава региона Кумар Аксакалов проинспектировал стройплощадки города. Самые быстрые, меткие и выносливые. Путевку на республиканский этап детской спортивной игры «Я-чемпион» завоевали есельцы. Увеличить пособие сделает доступным жилье для многодетных семей. Новые социальные инициативы Ельбасы Алюмиты Камкурлык стали главными темами разговора заместителя премьер-министра Казахстана Кульшары Абдекаликовой и членов правительственной делегации жителями Северного региона. Подробности в материале Татьяны Есельской. Социальные инициативы первого президента разъясняют жителям Казахстана. Наша область – 13-й регион, куда прибыла правительственная делегация во главе с заместителем премьер-министра Гульшарой Абдекаликовой. Поддержка, которую оказывает государство, должна дойти до каждого казахстанца. Первое направление – это вопросы поддержки малоимущих, нуждающихся семей. То есть, это вопросы, связанные с адресной социальной помощью и другие дополнительные помощи, которые оказываются на местном уровне. Кроме этого, вы знаете, будет повышена минимальная зарплата, особенно тем, кто работает в бюджетной сфере. В составе группы – министр труда и социальной защиты населения Бердебек Сапарбаев. Он акцентировал внимание на поддержке малообеспеченных семей. Многодетные матери должны знать о госпрограммах. Государственная программа «Ингбек» по этой программе выделяется государственные денежные средства безвозмездно, как в виде грантов. Размер – 505 тысяч тенге. Что касается микрокредитов, здесь от 500 тысяч до 6,5 миллионов тенге. Дополнительно будет увеличено не менее 5 тысяч микрокредитов. Для нас самое главное – это обеспечить работу тех женщин, которые не могут работать за пределами своего жилого дома. По словам Сапарбаева, в Казахстане около 110 тысяч семей нуждаются в помощи. С 1 апреля в стране увеличили размер АСП. Теперь ее получают 3 225 североказахстанских семей. Мать не работает, у нее доход получается ниже, чем в установленной критерии 20 789. И она будет тоже получать ежемесячные 10 504 тенге. В сумме получится, что она будет получать 114 449 тенге. Примерно рост по сравнению до 1 апреля составит около 65%. А для обеспечения жильем уязвимые слои населения предусмотрена выдача льготных жилищных займов под 2-3% годовых через линию Желстройсбербанка. 10% первоначального взноса будут субсидироваться из местного бюджета. В Североказахстанской области в очереди на жилье стоят 359 многодетных семей. Эту проблему постепенно решают, отметил глава региона. В этом году мы готовы предоставить 30% многодетным семьям жилье за один год. И мы надеемся, что в течение двух с половиной лет эта проблема будет полностью решена. А те многодетные семьи с низким доходом, которые хотят получить жилье быстрее, не дожидаясь своей очереди, могут взять ипотеку. Выделяется 150 миллиардов тенге. Это 18 тысяч займов за три года. Можно три оборота. Это 56 тысяч займов будет выдаваться по 2%. Это один из выгодных у нас льготных займов. Если, например, вы получаете 8 миллионов тенге в кредит, то можно последующие 8 лет платить по 42 тысячи, а потом 11 лет в течение 27 тысяч. Это, я думаю, вполне подъемно. Еще одно направление Алюметты Комкарлык – улучшение образования. Для этого нужно решить проблему трехсменного обучения в школах, говорит министр образования и науки Куляш Шамшиддинова. В ближайшие два года по всей стране будет построено 190 учебных заведений. Три школы появятся в Северном Казахстане. Для повышения качества образования с 2019 по 2021 годы 144 тысячи казахстанских учителей пройдут курсы повышения квалификации. Пока дети, учителя не достигнут среднего уровня знания английского языка. Резкого перехода на трехязычное образование не будет. Сейчас в республике Казахстан 153 школы, в которых учащиеся 10-11 классов изучают биологию, химию, физику на английском языке. Говорили и о повышении заработной платы. В первую очередь это коснется сферы здравоохранения. Выступая перед общественностью, главный врач страны Елжан Бертанов заявил, что это повысит качество медицинских услуг. Из-за низкой зарплаты врачи уходят в частные организации. Потом государственные больницы и поликлиники страдают от нехватки кадров. Как решают это власти? Для решения вопроса дефицита кадров вводится обязательная отработка выпускников медицинских университетов, тех, кто учился по гранту. То есть все врачи, которые молодые специалисты, которые обучились за счет государства, они будут обязаны три года отработать по распределению Министерства здравоохранения. Затем представители правительственной делегации ответили на вопросы общественности. Многодетных матерей интересовали вопросы отдельной очереди на жилье и бесплатного питания в детских садах. Столичные чиновники обещали их рассмотреть. Татьяна Исельска, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Задерживают или вовсе не платят зарплату? В нашей области недобросовестные работодатели задолжали своим сотрудникам 96 миллионов тенге. Какие еще трудовые риски есть в нашем регионе, обсудили на встрече с правительственной делегацией. Айгири Мукашева продолжит. Не допустить сокращений и задержек зарплаты. Эти нормы прописаны в меморандумах. Их в Северном Казахстане заключено почти 12 тысяч. Они защищают права 86 тысяч работников. С 11 крупными предприятиями заключены дорожные карты на 18-25 годы, в ходе которых уже сегодня, мы год отработали по этой карте, не допущено у нас сокращений. Действует 1103 производственных совета по предупреждению травматизма. Благодаря принятым мерам по итогам первого квартала мы видим снижение несчастных случаев на 55,6% с первым кварталом прошлого года. 82 пострадали, еще четверо погибли на производстве. Это данные по Северному Казахстану за прошлый год. Для мониторинга трудовых рисков в стране составлена специальная карта. Отслеживают деятельность предприятий по всем регионам Казахстана. Касается вашей области, на сегодняшний день в области действует свыше 5000 постоянно работающих предприятий, средние, крупные, мелкие, где работают около 215 тысяч казахстанцев. Средняя зарплата по вашей области хорошо знает. Конечно, ваша область, она аграрная область, поэтому по сравнению общей эксплуатации средней зарплаты немного ниже. Долгое время Северный Казахстан по этому показателю был в числе аутсайдеров. В прошлом году мы заняли 14 место по стране. Помимо этого, недобросовестные работодатели не рассчитываются вовремя с сотрудниками. Они задолжали им 96 миллионов тенге. А на некоторых предприятиях десятилетиями не повышают зарплату. Мы бы пожелали, чтобы и работодатели всегда учитывали рост цен на продукты питания, в целом на коммунальные услуги и повышали заработную плату. Потому что в некоторых областях мы были, есть работники, которые получают совсем низкую зарплату, 40 тысяч и так далее. Есть и положительные примеры. В хозяйстве Ирки Булана Мамбетова за три года построили 8 домов для молодых специалистов. Они оплачивают только коммунальные услуги. А еще сельчане могут обучиться за счет хозяйства с перспективой трудоустройства. Поддерживаем и малобеспеченных жителей, ветеранов, малогерные семьи. Это касается обеспечения водными кормами, заготовка при заготовке дров и так далее. Ежегодно в рамках социального партнерства нами было в двух этих селах построены мини-центры. Но нет широкополосного интернета, говорит Ирки Булан Мамбетов. И всегда актуальная для Северного Казахстана проблема – дороги. Мы вот в этом году делаем 700 километров автомобильных дорог. Огромное количество, да. И огромное количество большегрузных транспорта бесконтрольно передвигаются. Даже трасса Петропавловск-Кокшетал, так, значит, ну, хорошая трасса. Три года сделана, она уже в некоторых местах проваливается. Потому что, когда здесь мы должны поставить рамочки, которые могли бы отслеживать и сразу снимать, сколько же везет этот автомобиль. Не говоря уже о наших между районных. У нас тоже сейчас между районами мы делаем дороги, и там мы не можем отследить. Мы намного больше теряем в ремонте дорог, нежели чем могли бы поставить эти арки и отслеживать ситуацию. В этих вопросах Бульшара Абдекаликова и Бердебек Сапарбаев пообещали посодействовать. Агири Мукашева, Жолдозбек Ермуканов, Новости, МТРК. Северный Казахстан относится к числу трудодефицитных регионов. Проблемы с кадрами решают две государственные программы – Серпын и Нурлыкош. По-первых, нас обучаются студенты из трудоизбыточных регионов. По-второй, в область привлекают переселенцев с юга страны. Как идет их реализация? Вице-премьер встретилась с теми, кто переехал на север за лучшей жизнью. Уже третий год в стране реализуется программа Нурлыкош. С помощью нее пытаются решить проблему с дефицитом кадров в части регионов. Северный Казахстан – один из них. Жителям трудоизбыточных областей предлагают работу, льготное жилье и подъемные. Но условия соблюдаются не всегда, рассказывает министр труда и соцзащиты. В Североказахстанской области 64% переселенцев только трудоустроены. В Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях – 77%. Когда мы их перевозим, нужно обязательно смотреть, чтобы это было трудоспособное население и с образованием. Также за два года обратно вернулись 99 семей. Причины разные. Кому-то климат не подошел, кто-то по семейным обстоятельствам. Поэтому принимающие регионы должны быть очень избирательными. На видеосвязи заместитель Акима Туркестанской области. Именно оттуда большинство переселенцев. Сейчас со своими предложениями в регион приехали 173 работодателя. У них больше 3000 вакансий. Но останавливает жителей больше не вопрос трудоустройства, а жилищный. Я предлагаю повысить подъемные переселенцам. А также считаю, что нужно выделить им средства для ознакомительной поездки в регион. Многие из них даже понятия не имеют, куда едут. Есть предложение и у Маржан Валиевой. С мужем и тремя детьми она переехала в Североказахстанскую область в 2016 году. В Жамбулыском районе смогли не только трудоустроиться, но и открыть небольшой животноводческий бизнес. Обеспечили работой две семьи. А недавно привлекли еще 13 переселенцев с Туркестанской области. Мы сейчас строим в Пресновке общественную баню, автомойку и химчистку. В следующем году планируем открыть цех по переработке древесины и обеспечить работой еще 10 семей переселенцев. Мы говорим всем, что не нужно бояться переезда. На нашем примере даем понять, что при желании все возможно. Жамбогуль Серикова полностью согласна со своей землячкой. Четыре года назад она приехала из Шимкента учиться в СКГУ по программе СЕРПН. Скоро получит диплом. Приняла твердое решение остаться в Североказахстанской области. Я учусь по специальности технологии приготовления продуктов питания. Здесь моя профессия очень востребованная. Уже поступают предложения от работодателей. Буду выбирать самое выгодное. Программа СЕРПН работает с 2014 года. За это время у нас обучились свыше двух с половиной тысяч молодых людей из трудоизбыточных регионов. Нужно обязательно обеспечивать серпиновцев работы, отметила заместитель премьер-министра Гульшара Абдекаликова. Недавно мы были в трудоизбыточных регионах. Желающих переехать много. Главное – создать для них все условия. Сегодня были высказаны очень хорошие и уместные предложения. Поручаю министру труда и социальной защиты и министру образования рассмотреть их. Жан Сулута Стемирова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Другим темам. Новая жизнь старых районов. Большие перемены ждут областной центр, а именно микрорайоны Подгора, Капай, Зайсан. Здесь приведут в порядок территорию, установят новые фонари и высадят деревья. А в Жасургене продолжил снос жилья. На их месте появятся современные высотки и соцобъекты. Еще в этом году завершат строительство Казахского театра и торгово-развлекательного центра «Достыкмол». Как идет строительство? Укладываются ли подрядчики в сроки? Глава региона Кумар Аксакалов побывал на объектах. Эгир Мукашева расскажет подробнее. Эпицентр культурной жизни. Таким должен стать этот театр. Современное оборудование и декорации. Всемирно известные певцы и артисты. Воплощение идеи вложили 3 миллиарда тенге. Храм Ильпамена сможет вместить порядка 500 человек. Сейчас по каркасу видно примерная высота строения. Металлоконструкцию устанавливаем. По первому этажу заливка бетона заканчивает. От графика застройщики отстают. Говорят, это из-за погрешности в проекте. Но к сроку, то есть к сентябрю, успеют, обещают подрядчики. Отмечу, металлоконструкции для возведения Петропавловского производства. Строители тоже местные. Микрорайон Жасуркен за последние два года значительно преобразился. Снесли старые дома, на их месте сейчас возводят высотки и соцобъекты. Масштабная стройка развернется на семи кварталах. Проект разрабатывали с максимальным удобством для жителей. Чтобы здесь были и детские центры, школа, медицинские центры. Плюс к тому, чтобы люди далеко с этого микрорайона не уходили. Здесь хотим развить пешеходную зону по Таштитово и по Горьково. Возведут 10- и 17-этажные дома. Проектно-сметная документация уже готова. Первые этажи отдадут предпринимателям для магазинов, салонов красоты, мини-центров. Мы готовы сейчас уже приступить к сносу этих участков для того, чтобы частники пришли и начали строиться. Создаем там лучшие условия, расширяем эту улицу, создаем там пешеходные зоны, делаем соответствующее озеленение, ландшафтный дизайн и так далее, для того, чтобы у людей было желание купить эти квартиры. Здесь Петропавловск берет свое начало. Старейшую в городе улицу Потанина ждут большие перемены. В районе под горы будет настоящий музей под открытым небом. Старые постройки, которые сгнили и ушли под землю, снесут. Зато появятся деревянные дома, декоративные фонари под старину, березы и рябины. Эта улица станет отражением богатой русской культуры. Акцент сделать, прежде всего, на церковь, чтобы обозначить его как соборную площадью. Здесь же можно потом какую-то торговлю организовать, именно сувениров. И сделать акцент на школе. Предлагается немножко его шире открыть, снести здесь крайние дома и сделать небольшой скверик. Новая жизнь начнется и у этого памятника культуры. Больше века назад он принадлежал местному купцу. Затем здесь был обком партии, после один из корпусов областной больницы. Но вот последние 30 лет никого, кроме бомжей, это здание не привлекало. Пока в сентябре прошлого года у него не сменился владелец. Предыдущий собственник владел этим зданием с 89-го года. Ну и до этого оно стояло как бы в таком состоянии. Вот этот эскизный проект, который мы разработали совместно с алматинской компанией. И эта алматинская компания, у нее есть лиц на реставрацию памятников. На первом этаже будет супермаркет, на втором – торговые и офисные помещения. Также займутся благоустройством. Сделают проезжую часть от улицы Пушкина до театральной. В этом году планируют вставить окна, сделать крышу и фасад, чтобы зимой уже начать отделочные работы. К середине 2020 года сдадут первый этаж. К 21-му полностью завершат реконструкцию. Территория была захламлена. Кто только здесь не собирался. Я тут неоткратно приезжал, видел это все своими глазами. Поэтому, наконец-то, мы с прошлыми собственниками с ними работали активно, для того, чтобы подвигнуть их к принятию такого решения. Высокие потолки, много пространства и светом. Таким будет торгово-развлекательный центр «Достыкмол». В его сердце огромный атриум, а под стеклянным куполом установят сцену, где каждую неделю будут проводить развлекательные программы. Сейчас ускоренным темпом мы сделаем заливку стяжки, начинаем с третьего этажа. Третий, второй, первый. На следующей неделе начнем собирать уже эскалаторы, устанавливать. Лифты четыре установили, вот два осталось установить. Ну и, в принципе, мы идем к тому, что июль-август мы откроемся, все по плану идет. Планируют, что в день «Достыкмол» будет встречать до 15 тысяч человек. Особенно он понравится маленьким посетителям. Вместо автоматов и аттракционов – большой активити-парк с горками и батутами. Шесть кинозалов и просторный фудкорт. И, конечно же, торговые павильоны всемирно известных брендов. Места, кстати, почти полностью раскупили. Так что во время открытия пустых бутиков не будет. Большое внимание уделили фасаду. На стенах будет золотой и серебряный орнамент. И парковка с трех сторон на 350 автомобилей. На возведение «Достыкмола» потратят 5,5 миллиардов тенге. В Петропавловске большая работа ведется не только для развлечений, но и образования детей. В областном центре в этом году начнут строительство школы на 900 мест. В прошлом году у нас уже пошло порядка 9 тысяч детей в первый класс. В этом году мы ожидаем не меньше первоклассников. Поэтому давно назрела необходимость строить школы современные, отвечающие всем требованиям времени. И плюс еще решаем проблему людей, которые живут пока без всяких условий. А это жители 40 домов, которые снесут. Им предоставят квартиры на вторичном рынке. Как и жильцам четырех аварийных двухэтажек по улице Первомайской. Они получат квартиры в микрорайоне Береке. Отмечу, сейчас в областном центре 17 аварийных домов. А еще возьмутся за благоустройство Капая, одного из самых криминальных районов Петропавловска. Через две недели местный Акимат должен предоставить главе региона концепцию застройки этой части города. Агерима Кашвар, Сантливжанов, Новости, МТРК. К другим темам. Как изменилась паводковая ситуация в северном регионе за сутки. По данным гидрологов, 18 апреля уровень запетропавловской плотины поднялся на 21 сантиметр. Сейчас он составляет 971. При таком значении вода выходит в пойму и подтапливает окраины областного центра. Опасная стихия продолжает пребывать в Селоново-Никольское Казалжарского района. Там со среды уровень поднялся на 23 сантиметра. А в Покровке специалисты отмечают спад на 14. Перелив на Сергеевском водохранилище 76 сантиметров. Там вода за неделю упала на 56. Вторую волну паводков в северном Казахстане ожидают к 20 числам. Большая вода придет из Акмолинской области. К другим новостям. Время важного и ответственного решения. До внеочередных выборов президента Казахстана осталось 52 дня. На полз главы государства могут баллотироваться члены шести политических партий страны, а также участники республиканских общественных объединений. Имена кандидатов станут известны 11 мая. После чего они начнут агитационную программу. Представители городского филиала партии «Нуратан» провели встречу сельхозтоваропроизводителями области, где обсудили важность предстоящих выборов. 9 июня в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента. Этого важного и ответственного момента ждет вся страна. Особенно значимым этот день станет для партийцев и членов республиканских общественных объединений. В 2019-м от этих организаций на пост главы государства будет представлено по одному кандидату. Их имена, как и предвыборная кампания, станут известны в мае. В день Никс будет важен голос каждого казахстанца. Об этом Петропавловский и Нуратанов соговорили на встрече с сельхозтоваропроизводителями региона. Аграрная часть, она очень значимая в Северо-Казахстанской области. Сегодня депутаты будут говорить, какие государственные программы, какая поддержка идет через государственные программы. Каждый житель Казахстана и разные отрасли, они должны принять в обязательном порядке участие в предстоящих выборах. Стабильность, возможность развиваться и строить сильный бизнес – все это североказахстанским предпринимателям дал первый президент страны. Александр Притко начал заниматься птицеводством в 1996 году. В 2017-м североказахстанский бизнесмен стал почетным гражданином Казахстана в этой отрасли. В год фирма «Олекри» производит около 150 миллионов яиц. Мы как производственники ждем стабильности, чтобы с этими выборами была приемственность курса, чтобы мы имели возможность комфортно работать, для того, чтобы создавать благополучие для своих детей, семей, своих сотрудников и для граждан нашей страны. Такие встречи представители городского филиала партии «Нуратан» будут проводить до начала агитационной кампании. О важности выборов они поговорят с педагогами, участниками неправительственных организаций, предпринимателями. Дарья Пашминцева, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем выпуск. Областной этап детской спортивной игры «Я чемпион» завершился. В течение двух дней 13 команд со всех районов Северного Казахстана бились за право представлять наш регион на республиканском первенстве. Кто стал чемпионом в финальном противостоянии, расскажет Илья Кудряков. Скорость, выносливость, меткость, слаженность и командный дух. Чтобы стать победителем в областном этапе детской спортивной игры «Я чемпион», каждый из участников должен обладать такими качествами. В одной команде по 6 мальчишек и девчонок от 12 до 14 лет. Но несмотря на юный возраст, борьба на спортивной площадке развернулась нешуточная. Задания не такие легкие, как может показаться на первый взгляд. Самым сложным был этот конкурс «Колесо». Там очень было сложно попадать в нужное место, в нужный момент. Конечно, понравилась особенно капитанская игра. В следующем году мы рассчитываем подготовиться и выиграть эту «Я чемпион». На спортплощадке команды из Ясильского и Акжарского районов. Перед финальной эстафетой дается 4 испытания. Первое – многоборье. Нужно быстрее соперника преодолеть полосу препятствий и желательно без ошибок, ведь за них снимают очки. Дальше – гигантская гусеница и баскетбол. Участники, пробежав через колесо, должны попасть в кольцо, и только тогда команда зарабатывает очко. И последнее – схватка капитанов. Тут нужно приложить всю силу, чтобы одолеть соперника. В финальной эстафете лучшими оказались ясильцы. Они и стали победителями в этом противостоянии. В прошлом году участникам команды «Барса» из района Шалакына немного не повезло. В борьбе за третье место выиграть не смогли. Зато в этом ребята завоевали бронзу. В упорном противостоянии за первое место не повезло команде из Акжарского района. Они забирают серебро. А вот медали высшей пробы и кубок достаются спортсменам из команды «Олимп» из ясильского района. Кстати, они уже второй год подряд становятся победителями. Мы в день занимались по два, по три раза. Очень упорно тренировались. И выиграли первое районное соревнование «Я чемпион». Очень красочное шоу «Я чемпион». Мне очень понравилось. И кажется, что я на следующий год тоже буду в этом участвовать. «Олимп» будет защищать честь северного региона на республиканском финале детской спортивной игры «Я чемпион». Кстати, пройдет он в курортной зоне «Бурабай». Илья Кудряков, Павел Казаченко. Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин